приветствую друзья с вами Эдуард Волков на 49 дне поста на соках то есть 49 дней пью только жидкости и не потребляю такой твердой пищи вот пью молочко соки пива в общем коктейли разные такие фруктовые то есть пью и ничего не кушаю то есть самочувствие мое хорошее и себя бодро чувствую то есть значительно лучше чем перед постами то есть что этот пост дает становится легко сон если не сказать что он ясный сон разные бывают но нету такого отяжеления с утра рано да то есть я просыпаюсь и сразу могу встать и бодрой жизнедеятельность то есть что это значит это значит что кишечник очищен и организм не отравляется то есть самая большая проблема человека в жизни его является отравлением гниющей пищей в кишечнике которая остается больше чем на один день после еды покушал человек и сразу на следующий день если 15 покушал утренничком рано должен туалет ходить то есть как маленькие дети вот они покушали сразу же пошли в туалет это идеальный вариант когда пища задерживается она начнет начинает так и на или иначе гнить то есть бродить изначально потом гнить гниющая пища это отрава для организма но и как говорил то есть я настоящее время только вычищаю свой кишечник вот уже в течение 49 дней вот этот большой животик который у меня был он полон калового камня и я его оттуда бы разные в разными способами вы выковыриваю то есть и топчется по мне по животу и скачу ну физические упражнения делал определенное не всегда иногда ленюсь но сейчас так хорошо и спокойно вот и все время у меня вот я уже больше двадцати лет занимаюсь постами у меня одна и та же концепция то есть уже с 94 года не кушаю таблеток не хожу к врачу только в два раза грипп у меня был за это время и я ел антибиотики вот а так вообще абсолютно исключается то есть все лечение какое-то народное будем говорить ненародное у меня были друзья тибетские медики я возле них смотрел присматривался как они делают все что да и самостоятельно уже жизненно опытная накоплен большое то есть много лет в азии и с семьей и смотреть нужно было за детьми и принципе без проблем то есть дети тоже не знают что такое доктор видят его только в школе в белом халате если есть там фельдшер поэтому оправдывается то есть я сам себе лекарь и связи с этим у меня как бы есть определенная концепция дам жизненно выработалась и жизнь никаких там внешних влияний просто определенная концепция то есть чистый кишечник глубокое дыхание и третья сторона это ну по-разному ее можно назвать я можно называть энергетикой можно психологии называть многие говорят и в том числе и доктора наши хорошие плохие не знаю разные наши доктора говорят о том что все болезни от нервов так вот сегодня я хочу рассказать вам сказку именно о вот этой третьей стороне я много уже говорил о дыхании о кишечнике показывал фильмы как это выглядит паскудно да особенно кишечник вообще страшная вещь если посмотришь то наверняка задумаешься почему у тебя головные боли возникают и почему такое лень возникает главное лень отравление организма представляете то есть если внутренние вот это гниение не будет каким-то чудесным образом о котором я рассказываю 49 дней чистый будет кишечник и не будет ничего отравляться узнать сколько у вас энергии появляется то есть практически неограниченный атомный реактор то есть тело это совершенный механизм лечить его и залечивать смысла нет нужно ему только помочь самостоятельно вылазить из выходить из той или иной ситуации до покушали мы жирная пища ничего страшного если мы покушаем жирную пищу если мы очень жирно очень вкусную покушаем ничего страшного но нужно чтобы она вышла и нужно подождать и не загружать обратно и обратно и обратно и каждый день чтобы не стало затор и кишечник не растянулся и там не начался процесс гниения постоянной то есть который ведет к лени головным болям и соответственно после этого болезням а как еще говорят ученые над которыми я очень сильно смеюсь последнее время и вообще они говорят о иммунитете то есть это такое нечто что там связано с селезенкой связано там еще с какими-то маленькими такими органами на уровне сердца и вот это все отвечает как бы за иммунитет и ученые там то недостаток иммунитета говорят то говорят избыток иммунитета тоже вредит очень сильно то есть не поймешь они во-первых не могут регулировать самостоятельно мало дашь не поможет много дашь отравишься в общем тело само знает сколько ему нужно ему нужно только помогать это моя точка зрения вот а вот эта третья сторона которая как бы не будем говорить сейчас о энергетике это как бы очень слишком сложно и наука не акцептирует такого понятия что такое энергетика тела хотя же мы можем стопочку выпить и почувствовать эту энергетику да мы можем скакать потом очень сильно топпинг то есть энергетика реально существует то есть чувственно а вот физически ее не существует кроме как температуру температура дала мы тела в общем энергетически но и сегодня хотел бы продолжая тему вчерашнюю я вчера тоже рассказывал о азии о культуре азии хотел бы в этом направлении поговорю рассказать о истории истории психологии ведь если нормально подумать то может оказаться для нормального человека западного до что психология это вот при приоритет только вот этой культуры и раньше все ходили какие-то там не знаю там шаманы или там в общем тупые и глупые люди в прошлое в прошлом жили а сейчас вот только такие умные все совершенные я считаю да наоборот то есть обычные люди они и сейчас обычные люди и раньше обычные люди только смысл в чем что сейчас поток информации вводимый в сознание он настолько огромен и настолько много негатива что в общем обычные люди просто у них крыша съезжает и они стараются найти себе какое-то стадо чтобы но играться в игры которые им при предлагает этот цивилизации вот а я просто рассказываю о том как какая культура такие культы были до того как сюда пришла западная культура до того как пришло христианство христианство пришло на нашу землю гораздо раньше то есть и она в принципе и вся эта культ вот этот религии зародился в индостане давно давно но это мы в следующий раз поговорим а сейчас мы говорим о землях очень чтобы не говорится то есть 300 каком-то году нашей эры нашей христианской то есть эры родился такой мани и он устроил здесь торгово-религиозное млм по всей территории шелкового пути и вот вот эти на протяжении всего этого этого торгового пути он устанавливал секты иудо-христианские да не христа чтили в общем но они как-то по-своему его чтили потому что если возьмем цыган которые были гастарбайтерами на этом пути они их стягивали с индии они гоняли туда-сюда товары эти купцам развозили вот то они тоже у них христианство какое-то очень интересное они сейчас могут быть протестантскими пасторами но нет ни одного священника не католического цыгана не православного или ортодокса так называемого по-европейски вот поэтому они как бы устроили иудо-христианское такое свое свой культ который спад позднее размножился множеством сет и они стали протестантскими вот но это сделано с одной стороны чтобы можно было спокойно ездить цыганом в европу их там принимали за христиан на а с другой стороны вот они устроили эту сеть и распространяли товары через свои группы такие вот этого так что христианство так как таковое в руси мы знаем еще от 300 400 года нашей эры они когда владимир уже позвал сюда этих византийцев ортодокс вот но а у нас была собственная культура и и с давних пор называли осийской асы то есть если вы знаете может не знаете что по вообще общепринятое название туза в карточной колоде этот ас не туз как у нас считается а ас вот и асы это были представители русов то есть они русы ас и то есть как бы ас и это была верхушка русов а как русы я говорил это это как прозвище как хохол как москаль раньше вот черные из индостана черноволосые люди называли всех русых вот как обзывалочка такая рус 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 и вот русы потому что по цвету волос вот и все были русами прибалты причерноморцы вот это вся группа тусовка которая шастала из европы в предгоре гималаев она была русами там потом осели часть осела и они очень круто поднялись то есть была организация и таким образом всю эту территорию вот это вот этого движения называли асией потом она же распространялась на все название асия то есть европа была асией карточная игра именно тогда возникла когда эти асы арии так название русы да в общем они в индии оставались и стали такой определенной кастой высокой белой расы то есть до сих пор сейчас самые высшие индусы они белая раса и вот эти индусы остались там временами приходили опять в европу торговля шлят шла скот гнали сюда отсюда из индии побрякушки и разные камни и в общем чудесно чудные чудные такие вещи возили то есть правда торговля шла и там было много белых которые кушали мясо и им гнали скот а выше если вы знаете и слышали то есть западная западные культы называли всю территорию все что за уральскими горами а даже и перед уральскими еще было называли тартарий так вот если так на санскрите тара это звезда звезда тартария две звезды и вот эти две звезды наколки у наших законников которых сейчас по тюрьмам посадили до христианство пришло при иване грозном они устроили этот крепостническое крепостное право которое запрещало передвигаться свободно крестьянам они как бы не были чем-то собственностью они просто как бы попадали в зависимость и они могли сначала уходить потом в общем сделали так чтобы народ не мог передвигаться а тартария это это волхвы вот эти тартария власть волхвам две звезды они к иисусу приходили как цари как маги их назвали то есть они не знали территориальных ограничений они и в индии были они в греции были они в египет ходили туда то есть они были везде то есть как сейчас воры в законе да вот они могут быть грузинами азербайджанцами кто угодно но их взяли и криминализировали но они все равно их власть существует то есть они везде есть в каждом городке поселки смотрящие и они традиции чтят но они сейчас в андеграунде это наша партия с которой еще нужно было бы найти примирение несмотря на этот запад потому что это запад загнал нашу старую власть криминалитет то есть если этот зачарованный узел развязать и пойти на примирение то все будет окей тартария это две звезды вот они а вообще был распространен культ идея идеальный то есть теперь о истории психологии то есть мы думаем что психология началась только вот 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 150 лет нет психология началась с того момента когда развился еще тоже в индостане очень давно культ мудр вот это опять же распальцовка наша вот это это оттуда пришло то есть но как сказать оттуда мы же сами там это все наши предки они там смешиваясь с предками тамилов возник этот культ предгорьях гималаев называемый шамбала и там все туда приходили и собирались и там возник первый это цивилизационно там письменность возникла санскрит это первая письменность такая уже полностью которая организована которая на многие языки раз разошлась и теперь каждый язык на санскритских буковках они все это пишут и читается а считается что санскрит это язык нет санскрит это письменность она на основе хинди на основе непали и в общем она чуть-чуть отличается везде так вот так называемые дровиды друиды да но еще дровиды то есть это культ дерева это когда человек это культ святости потому что дух дерева это есть тот святой дух дух растения чистый дух не знающий звериного животного и мы животной эмоциональности сидят они под деревом них же там храмов уши воитов там у всех очень мало их почти мало больших так и там в каждом городе сотни десятки маленькие поселка десятки сотни и тысячи даже огромных деревьев под которыми сделали такой педестальчики на котором установлены иконки и все то есть они под деревом дерево это основа дух святой почему включенный дух был потому что это наше это исконное друиды дровиды это все название а вот эта полоса наша европейская индостана от индостана до европы вот это зарождение культуры было там слова разговорная речь язычество то есть пошло то есть развилась до такой степени что сейчас англичане чтобы выучить русский язык они голову сломают потому что там окончании много огромное количество язык развился очень сильно развивался здесь и движение было тоже постоянно так вот с развитием вот этих мудр то есть изначально женщина она была как бы имел играла свою роль повседневную но эталоном власти всегда была мужская так сказать сила и мужское влияние и тогда если вы знаете что изначально первый культ вообще на этой планете который появился серьезно это был культ шивы культ сивы сила это как бы бог отец вот как этого можно сравнить то есть он как бы и представлялся как живой человек и и был естественно живым человеком который который реально существовал но он он именно ввел в семидневную неделю он бра институт брака ввел то есть он победил вот этот как бы взял в руки животный стиль который существовал до этого все время вот эти с рогами ходили и иконки мы видим и в хараппской культуре и ирландских раскопки там ведут в тех сторонах тоже там видно что там существовал культ этот звериный стиль до гороскопы звериные оттуда пошли это еще еще раньше ранее ранее психология когда когда люди изобрели не вне календарь не такой огромный а как мы сейчас да вот от это какого-то начало и какой-то считаем тысячами лет а там у них был по кругу все шло 60 лет 60 лет 60 лет и каждый имел свое имя в которое включало название года месяца и характеристику психологическую то есть каждый кому ты представлялся он знал когда ты родился старше ты или младше потому что в течение 60 лет комбинация это не повторяется только может быть как к одному может быть 61 на втором один годик и тогда они могут быть одинаковы то есть это первый календарь вот ашива начал распространять культ семейной жизни сказки его сериалы огромные устно пересказывались как он живет как он с сыном отношения как женой как как у них все гармонично и вот это санта барбара это есть шива изм а шива и ты лазили пересказывали эти все истории тысячи лет и их за это кормили и вот когда сами мужики лазят вот эти самые и песни поют и рассказывают сказки это одно но есть еще еще женский пол и вот женщины начали танцевать и так как они как считалось что им нельзя как бы мужчинам говорить и там каким-то образом изначально были запреты определенные на на культуру они выработали язык мудр стесняюсь там говорю учу и там вот этот язык мудр очень много 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 значения имел и вот девушки танцуя вот пересказывали делали спектакли и говорили на языке мудр танцевали вот отсюда в дальнейшем пошло то что вы видите всю эту так называемая тантрическая культура танечная культура которая зародилась изначально и там девушки танцуют много руки то есть с помощью этих рук передают это язык определенный мудро понимаешь мудрый значит ты мудрый человек если не понимаешь мудр знаков тела значит ты не мудрый человек ты умный человек это первая такая психология была и на этой психологии основе этой психологии развилась скульптура это индийская тантрическая танечная танцу танцоры с помощью рук и знаков разных и держание предметов пересказывался смысл психологический смысл характер человека и это бы их называть нас начали называть тарами звездами то есть это первое первые звезды каждого поколения были свои звезды свои артисты знаменитые которые танцевали которые были знаменитые которые слава раньше деньги очень мало играли роль главное было слова и это наиболее ценилось если человек артист он может публику заворожить их из и скульптуры делали потом начали рисовать и вот это все ручки многозначие это характеристики этой тары а тара на санскрите звезда это идеал был потом уже этот идеал перри и начали назвать идол идеал идол звучит такое и вот вот эти тары танцевали я вам сейчас покажу это на этой основе возникла целая психологическая наука прошлого сначала образы потом пришли уже те которые начали лекарь и так сказать йоги они начали психология у них уже пошла на уровне на уровне чакр то есть чакру это вот это сердечная чакра тот от пяти до девяти этих чакр на теле человека были которые соответствовали определенному определенным органам вибрациями если мы посмотрим на вот вот смотрим это вот буддисты да они упростили пять чакр здесь у них вот это ум речь это дух душа это и вот к каждому они назвали здесь вот здесь вот смотрите половая функция пищеварительная здесь дыхательная здесь вот и как утверждают современники я сейчас не не могу утверждать что это реальность такая вот наши были были ведические названия а вот и наши собственные славянские названия этих чакр то есть исток зарод где зародыши живот где ярлом ну устье око родник то есть это все соответствие насколько это соответствует если я не знаю вот смотрим вот видите вот этот это сад код это вот на уровне груди 6 восьмиконечная звезда это сад код это символ образования в непале это значок на большим на многих индийских домах нарисован это символ образования народного образования то есть вот вот это вся разработка психологическая да если мы вернемся здесь вот смотрите вот у буддистов тантрических это символ свиньи вот это символ петуха на горлышке на на голове символ свиньи здесь на горле символ петуха здесь на уровне груди это символ змея на уровне живота это лев а внизу в самом это обезьяна и вот представляете это на каком уровне человек живет они рассказывали каком уровне человек живет каким образом это самое есть еще очищенные элементы этого вот если эту чакру обезьянью обезьянь его поведения человека очистить у него неограниченный источник энергии появляется если чакру льва на животе очистить появляется правность правителем человек уверенно себя чувствует если в груди эту чакру очистить появляется святость чистота духа если на горлышке чакру очистить то появляется предвидение ну а если уже головную чакру очистить то это уже мудрость такая вот таким образом таким образом древняя психология работала то есть показывали где какая эмоция происходит да вот змея это злость лев это эгоизм обезьяна это такое состояние петух это задиристый свинья это вообще безразборчивая это все древняя психология сегодня буду заканчивать и прощаюсь с вами а завтра я все перескажу новую тему продолжу потому что она очень большая интересная я надеюсь всего хорошего до завтра